слава иисусу христу слава иисусу слава иисусу христу господу нашему мы зашли людям рассказать о боге о том что за то что они тут делают если они не покаяться они будут в аду если покаяться обратятся господу том и поводут в небо смогут жить свято вы права плану конечно вот я крещусь если я крещусь справа налево я уже не католик если я крещусь что я уже не сектант если с бородой православный я хочу понять вы проверьте вы служите нет я просто мирянин давно повторите пожалуйста вопрос давно крещеный крещеный я вот это нибудь нет еще года даже а уверовавший я уже более десяти лет я уверовавший уже серьезному уже более десяти а крещение я принимал вот летом прошлом году все это правильное троекратное погружение в рук священника рука в украина каждую субботу воскресенье вы всегда верующий человек для вас душа больше не в душе это бесы веруют они и встрепещут мы веруем по-настоящему как нам говорит слово божие то есть библия святая святые отцы каноны церкви и конечно же мы веруем в то что христос умер за наши грехи и людям несем эту благую весть здесь в этой чат рулетки такой разврат творится и вот ради них мы и зашли потому что нужду врачи имеют больные они здоровы как врачи сюда зашли а кто была магдалина она не была ему родственница допустим кто-то говорит что на воде жена бывает нет это чё по помойкам лазить мусор всякий собирать даже не будем об этом говорить мусора обычно это из-за апокрифа всяких церковь это не отбросил еще в ранние века все эти апокрифы ложные ложные всякие евангелие даже можете голову этим не забивать ну да вот я говорю никакого отношения не имеет это никакой жена какой иисус жена это вообще кощунство еще то нет конечно у нас же в евангелии мы читаем как у него жить проходило до 33 до 30 лет он помогал отцу был плотником все с 30 лет он принял крещение иванова и на него сошел святой и иван увидел как на него сошел святой дух в виде голубя и иван говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира агнец то есть закалывали барана для прощения грехов а это указывал на жертву христа который потом будет заклан на кресте за жертву за грех мира всего за все за будущих и прошлых за всех и он с креста сошел в ад то есть душою и там проповедовал и вытащил оттуда вывел праведников из ада которые его ожидали потому что да до смерти христа до ой до голговской жертвы даже праведники и грешники все сходили в ад потому что в раю еще господь сказал что смертью умрешь если в кучу от этого дерева то есть если согрешишь смертью умрешь в возмездие за грех смерть и мы все умираем водами то есть рождаемся же сразу же смертными и все согрешаем и мы должны за это умереть но христос взял наш грех на себя и умер за наш грех и поэтому он может прощать да у меня свое служение это же священческое это ограничение большие уже в плане и проповеди все сейчас священческое служение мо она уже очень сильно отличается от апостольского которое было в ранние века сейчас тут постоянные богослужения свечки продажи надо это все мне не подходит надо смотреть чего тебе думать о том чего тебе скажут другие что тебе скажет там епископ конечно православной московской патриархии это ограничение большие для служения богу священческой это нужно особый дар господь должен призвать для этого специально у меня такого я не чувствую не знаю за собой вы заходите у нас есть большие ресурсы в интернете самый большой youtube канал самый большой в мире во свете библии называется вы увидите как верующие живут запишите я вам хочу показать о а это какая библия у вас посмотрите сколько книг в ней в этой в библии сколько книг а и какой какой перевод а что бывает другая библия когда есть сектантская библия есть переводы переводы сектантские всякие надо правильно что было новый завет вот посмотрите в начале какой перевод там должен быть синодальный перевод написано в начале прям ну да синодальный да и вот количество книг посчитайте вот есть выглавление там посмотрите там есть книга 3 маковейская такая вот название 1 маковейской 2 маковейской 3 маковейск такие книги есть тогда все правильно у вас все право правильно православная 7 и 7 книг в ней а у сектантов они 66 у них 66 они 11 книг выбросили у них у них не полная библия есть баптисты 50 ники адвентисты и и говы свидетели уже свидетели от имени и говы мы с ними тоже общаемся работаем их приводим но это вообще не справедливо их запретили это вообще никакого не имеет основания но они веру как это и они верующие хорошие семьянины хорошие работники хорошие люди они наш не теократическое государство должно быть равно по сравнению всех мы а у нас и православные на них жалуются а мы должны с ними садиться за один стол и решать вот с книгой кто из нас прав они так что там кого-то сажать кого-то запрещать ну пусть сажает вот кто там внутри это делает а зачем всю всю систему то их непонятно у нас тоже делают православный вон там изнасилование всякие бывают и прочее ничего поэтому это я не я хоть я хоть считаю их сектантами еретиками куда же эти камени назовешь хуже не бывает но папа по справедливости я против когда прищемляю их ущемляют как этот не помню кто говорил но при еще при гитлере там тоже говорит когда говорит брали профсоюзы ягод меня это не касалось ягод молчал когда брали коммунистов там меня не казалось я молчал когда брали евреев меня не казалось я молчал а потом меня взяли и уже некому горь был за мне сам за меня заступиться благодарю вы единство запишите чтобы просто никогда уже не потеряться во свете библии канал во свете библии вы очень будете удивлены православной деревне строится община православной единственная в россии просто самые большие материалы там очень интересно будет вам вы оттуда не не уйдете во свете библии там такой старичок нарисован с красными книгами вы сразу поймете но благослови вас бог слава иисусу христу полная 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 моя одна из заповедь есть такая не делай себе нарезов не делай не делай себе нарезов на теле и никаких начертаний то есть письмен вот как вы сделали господь запрещает потому что говорит что тело наш храм божий его нельзя портить 9 заповедей если вы действительно веришь а почему не 10 тогда давайте ведь потом до 13 дойдем вы проверить меня 1 я господь бог твой и не будет тебя других музыку выключите пожалуйста когда идет заповедь я господь бог твой не будьте от других богов перед лицом моим не сотвори себе кумиры никакого изображения что на земле вниз какой тринадцатую запись я такое не знаю по номеру их 13 заповеди не 13 их более 100 их около 200 даже если так если бы по потопу если быть точное есть 10 10 заповеди 10 заповедь мисеевых плюс 10 заповедь мисеевых плюс еще иисус христос сказал. Плюс заповеди блаженства. Какие вам из них? Моисеева я вам скажу. Блаженство я вам скажу. Две заповеди, которые Иисус Христос стал, на которых все держится, я вам скажу. Какая 13-я заповедь? В Коран веришь? В Коран? Что такая книга есть? У меня она есть, я ее читаю даже иногда. То есть ты как и христианин, и мусульманин? Нет, зачем? Я читаю, я просто смотрю, что они там у них пишутся. А ты сам в кого веришь? Я верю в Иисуса Христа, в Святую Троицу. Отца, Сына и Святого Духа. А зачем тогда ты читаешь Коран? Ну как читать? Я должен знать, во что верят мои друзья, мои братья. Ну твой Бог. Я сказал, Святая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. То есть это твои Боги, да? Один Бог, Святая Троица. Это твой Бог, Святая Троица, да? Конечно. Мы христиане, наш Бог. В курсе это, что Бог живет в тебе. Бог живет в человеке, в принципе. То есть там человек является Богом. В грешнике Бог не живет. В грешнике живет дьявол. Бес. Хочешь, я покажу тебе дьявол? Написано, ничто чистое, нечистое не войдет в царствие небесное. То есть Бог не пускает, он с нечистым не соединяется. В принципе, дьявола показать. А зачем мне его показывать? Я и так его каждый день вижу, что тут? На его, на его, прям на его. Подойди сюда. Да не показывай, что ты мне будешь показывать? Ну материться-то зачем вы? Подойди сюда. Ну вот, если я дьявол-то и вылез. Что ты говоришь-то? Подойди сюда. Ну все, вам спасение души не интересует, как душу свою спасти? Когда ты читаешь Хоран, и так же ты не можешь вообще об этом говорить. То есть от грехов ты не хочешь спасти свою душу? Я не хочу сомнился уже в своем Боге, Святой Троице. Хорошо. Тебя не интересует, значит. Ну ладно, пойду дальше. Я изучаю ту или иную веру, ты уже не веришь ни в одну. Да, да. Спасения тебе не будет. Заходи на наш канал тогда в ютубе, посмотришь на себя. Заходи на мой канал Rauch TV, ждем тебя там. Сколько там подписчиков у вас? Там потом узнаешь, найди просто и посмотришь. Вот заходите, во свете Библии, 44 миллиона просмотров, у себя увидишь там. Ладно. Неверующий.